всем привет решил сегодня рассказать вам про то как я пережил морозы 33-38 градусов у нас были грозы с субботы до конторника установил вовремя электроподогрев поэтому запуски были теплые были надежные и вопросов не было но две неисправности все произошли при эксплуатации машины в таких нелегких суровых зимних условиях и про них я как раз хочу вам и рассказать первая неисправность это на горячей машине при езде после езды по трассе в течение 10 км со скоростью 100 км в час подъезжая домой у меня цветает шланг ура резиновый который идет к трубке охлаждения радиатор руль отказал ездец снизу все красном масле трубка трубка слетела видите да считает он по причине залитого масла зиг зиг атф-3 синтетик уже позже доставки масла надев шланг поставив хомуты и доливая 200 миллилитров утекшего масла . я понял что это масло вязкое оно тепло как мед на улице было как раз минус 33 в машине где-то и потеплее и вот поэтому было принято решение о замене масла чтобы такая ситуация больше не повторялась алексей мастер посоветовал мне такое масло инжен этих пауэр а вайн м в ц ашп мы не начнет джапан у вязкости и минус 30 вязко вчера масло было заменено и утром я уже получил кое-какие наблюдения моего поведения в моем кур ночью было минус 25 что конечно не так холодно как раньше но тем не менее на старом масле зиг у меня уже при минус 20 начинал гудеть при запуске на холодную первые 3-5-10 секунд 10 секунд он гудел при запуске при 33 градусах мороза секунды 3-3 он гудел при запуске при минус 20 вот масло инжен сегодня не гудело вообще что утром я заводил на холодную специально мотор не грел электрическим подогревателем чтобы оценить как у меня отработает новое залитое масло не гудел мотор и вечером когда запускал машину холодную полтора литра зашло до чистого состояния поэтому будем надеяться проблему я решил если повторится то мнение такое встречал придется менять радиатор так как в нем сечение меньше чем на подводящей трубке где-то у меня полушлан было 8 мм вот эта проблема решена но вылезла еще одна проблема пудром спокойно завел с полпинка потому что котел у меня был включен подогрева двигателя но вот такой нежданчик пришел стрелка вольтметра сейчас заглушил завел также заводится с полпинка на стрелка а газ не реагирует в основном всегда на трех четверти находится ремень посмотрел все на месте генератор крутится что такое так Алексей написал видео отправил спасибо ему за совет посоветовал стучать по генератору скорее всего щетки кончились стучал через минут пять наверное отлипло вольтаж начал показывать печка задула а то в пол сила работала так что едем дальше на генератор надо ремонтировать ну вот радость длилась недолго снова лампочка снова проблема записался в работы генераторную компанию говорят не гоняй в течении дня на следующий день сделаем поехал чинить машину даже у джекеров вопрос задал кто угадает сколько станет мне ремонт и вот звонок на следующий день когда мои машины наконец-то засадились был такой с вашей машиной все отлично неисправности не обнаружено вот ну они были посланы на разбор генератора для того чтобы задефектовать неисправности ожидаемо задефектовали изношенные щетки и подшипники у меня стояли койер побольше или поменьше и изношенный якорь выдали мне чек по результату ремонта и что получается получается подшипники я тойотовские оригинальные поставил один подшипник который поменьше 1450 второй 2100 щуточный узел УТМ какой-то неоригинальный 1000 рублей разборка сборка генератора 1800 снятие установка с автомобиля 2000 проточка коллектора 500 общий ценник 8,850 для интереса посмотрел ценник на новый денсовский родной генератор на новый генератор Япония 38 дней ожидания 140 тысяч рублей заменители предложили мне в автодоке только крауфорский генератор 3 дня ожидания ценник 18 12 тысяч рублей что все равно дороже чем ремонт ну и все-таки хочется верить что оригинальный пенсовский генератор отремонтированный за 9 тысяч рублей проходит больше чем китайский новый с мастером поговорил который снимал перед щеточный узел на этом генераторе про регулятор напряжения ледный мост на нем слабый поэтому прикуривать автомобили другие автомобили нежелательно у меня вариантов иногда нет все равно помогать у меня стоит лебедка которая тоже очень часто использовалась и для этого она и стоит чтобы выручать автомобиль употребляя большое количество электричества от генератора и аккумулятора поэтому в любом случае исключать из эти факторы при эксплуатации автомобиля я не буду насколько проживет диодный мост только проживет если стоит будем менять вот наверное все что я хотел вам рассказать остальное все нормально без вопросов едем дальше ждем много другого стиля ждем пока